С высоты нескольких сот метров поля напоминают шахматную доску. Более светлые и зеленые квадраты чередуются с темными. Это вспаханные участки, которые готовят к весеннему севу. Он начнется уже в марте. Вениамин Кондратьев оценивает состояние полей с воздуха сразу в четырех районах. Вице-губернатор Андрей Коробко докладывает, земли готовы к работам. С воздуха действительно все выглядит спокойно. Но внизу, за участки полей, разгорается нешуточная борьба. Губернатор специально приземляется в Ленинградском районе. Местные фермеры написали Вениамину Кондратьеву открытое письмо, где просят помочь прекратить рейдерские захваты земель. В районе это стало главным препятствием в развитии фермерства. За круглым столом собрались те, кто обращался к губернатору. Истории по отъему земли у многих похожи. За ночь переводят аренду и собственность забирают. Ну, правда или неправда, бились у нас 140 обращений было и в министерство. Невозможно не работать ничего. Только ездим туда-сюда, туда-сюда. Возим папки документов и на это никто не смотрит. Просто не дают работать. Я уже пять лет в судах просидел. Я уже не знаю, что мне делать. Дети со мной работают, тоже уже всех извел. Я не против любых процессов экономических, но цивилизованных. И в рамках закона. А не в рамках понятий. Я хотел бы, чтобы сегодня фермерство на Куване, безусловно, набирало мощь. А для этого, конечно, что необходимо? Земля. Земля должна у вас оставаться. И не только оставаться, она должна у вас прирастать. Еще одна серьезная проблема. Крупные холдинги пытаются подмять вокруг себя почти все земли. Фермер Эдуард Карпенков рассказывает, как одно из предприятий не хочет возвращать паи правообладателям. В воздухе у крестьян сейчас зависли 2500 гектаров земли. Мы хотим эту землю выделить и продолжать работать. Они нам всячески воспрепятствуют, дают возражения необоснованные по выделу. Проводили мы собрание. На собрании, получается, 82% проголосовали за расторжение договора с этим предприятием. Мне вот сейчас неинтересно, кто таким стоит. Мне важно понимать, сколько на самом деле земли, которая сегодня может работать на фермере или работать в нормальном режиме с точки зрения севооборота, и изначально просто хотя бы весной была засеяна, а не находиться под спором. Вообще надо прекращать ситуацию, связанную с тем, что сегодня земля все время находится в переделе. То есть я понимаю, что кубанская земля, она дорогая земля, она востребованная земля, но предназначение земли – работать. Работать на урожай. Вениамин Кондратьев дал поручение внимательно следить за спорными земельными делами. Крестьяне, которые столкнулись с переделкой участков, получат бесплатную юридическую помощь. Уже после встречи губернатор отправился на садоводческое предприятие. Там он предложил аграриям объединяться в союзы по видам деятельности. Так будет гораздо легче отстаивать свои права. Вы создаете реальный союз садоводов, которые, правильно говорите, которые живут на земле, ощущают реальные проблемы садоводов, которые реально ощущают, что необходимо для того, чтобы садоводство в России, а главное на Кубани, имело максимальный процент своего расширения. То есть и в этом случае, а мы готовы уже ваш союз поддержать и на федеральном уровне. На региональном уровне мелким хозяйством сохранят и денежную поддержку, если брать то же садоводство. В прошлом году отрасль получила почти 16 миллионов рублей. Но говорить о том, что работа проделана успешно, можно тогда, заметил губернатор, когда фермеры будут только сеять и пахать, а не бегать по судам. Александр Иванченко, Денис Перец, Днис Москаленко, Кубань-24, Ленинградский район.